И поругали, и похвалили. Госконтроль изучил, как Министерство внутренних дел приобрело средства защиты. Это одно из ведомств, которым во время режима чрезвычайной ситуации правительство разрешило обойти закон о госзакупках. И министерство обошло. Все подробности у Анастасии Дьяконовой. Еще в самом начале распространения COVID-19 в Латвии, когда было принято решение об введении режима чрезвычайной ситуации, было ясно. Некоторые учреждения не смогут перейти на работу удаленно. А значит, их нужно максимально обезопасить, обеспечив защитными масками и средствами дезинфекции. На их закупку Министерству внутренних дел было выделено почти полмиллиона евро. И хотя министерство в итоге потратило лишь чуть более половины, сам процесс не понравился госконтролю. Мы не обнаружили незаконных действий, но мы не можем сказать, что процесс был полностью прозрачным и его можно было отследить. Мы видели, что не все принятые решения были задокументированы. Договоры на поставку средств защиты работникам МВД были заключены в очень короткие сроки, буквально за пару дней. Но вот критериев, как именно выбрали лучшего претендента, не было. Впрочем, после ревизии работники ведомства все же уточнили, какие условия учитывали при отборе. Но ранее на бумаге они не появлялись. Мы посмотрим и оценим все условия. Если будет доказано, что процедура не была прозрачной и были заранее договоренности, прежде чем высылать предложение другим коммерсантам, то у нас нет других вариантов и мы вынуждены будем прекратить рабочие отношения с ответственным работникам. Отметили в госконтроле положительные моменты, введенные в министерстве принцип четырех глаз, когда все документы о закупках проходили как минимум через двух людей. Второй момент — инициативность министерства. Министерство внутренних дел применило инновационный подход. Они переработали изъятые спиртосодержащие жидкости в средства дезинфекции. И в тот момент это было очень важно. К тому же удалось сэкономить около 300 тысяч евро средств налогоплательщиков. Ранее госконтроль также проверил, как в этот период закупки проходили в Министерстве обороны и здравоохранения. Последняя получила самую худшую оценку. Однако позже весь процесс был централизован под крылом Минобороны. В госконтроле, который проводил ревизию закупок министерствами защитных средств, говорят, там понимают чиновникам, а в конце марта, начале апреля приходилось работать в особенных условиях, когда в стране еще никто не мог понять, как дальше будет развиваться ситуация с COVID-19. И не было плана для действий в таких ситуациях. Но теперь будет. В ближайшие дни госконтроль обобщит всю информацию и передаст рекомендации для работы в условиях чрезвычайной ситуации премьер-министру.